И у нас в студии, по традиции, во вторник, главный редактор газеты «Владимирские ведомости» Юлия Агущина. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер, Елена, и добрый вечер телезрители. Итак, что же в четверг в эксклюзивном выпуске новостей? Не новостей, извините, газеты. Четверг, 1 июля, уже заканчивается первый месяц лета, да, так быстро и скоротечно. И 1 июля уже у нас выходит номер четверга, и четыре темы подготовила к анонсу. И две из них, мне кажется, максимально актуальны, и не то что этого месяца, а вообще вот этих дней. Первая тема – это рейд с сотрудниками МЧС, в которые сходили Светлана Лапцова и Владимир Чучедеев. И погода установилась жарко, и, естественно, всех тянет к водоем, к воде. И с маленькими детьми вообще невозможно усидеть где-то в квартире, да и самим тошно, неправильно. Ветривается ничего, у кого нет кондиционеров, это жуткая жара, и даже если посмотреть вентилятор, ты не купишь. Вот я проехала по нескольких магазинам, вентиляторов нет, можно его заказать в интернете, и то не везде. Поэтому тема актуальна, и сотрудники МЧС предупреждают о соблюдении мер безопасности на водоемах. И, к сожалению, в связи с взятыми пробами у нас еще пока один пляж официально не открыт, но люди, конечно, не купаются. И мы знаем о том, что у нас не четыре пляжа в городе Владимир, да, город мы берем, о которых известно максимально. Но есть еще карьеры, есть еще и другие озера и пруды, где тоже массово происходит купание. И статистика такая удручающая. Люди тонут, даже за последние выходные утонул, пять человек. И сотрудники вышли не просто проверить, хотя, ну так, если с бюрократической точки зрения смотреть, вроде бы пляж закрыт, купаться нельзя, ну и чего там проверять. Ну, по факту, конечно же, всем известно. Да, надо понимать, что люди там есть, конечно. И люди там есть, и вышли с профилактическим рейдом, и прямо на берегу устроили показ по спасению утопающим, мастер-класс, показывали людям, которые отдыхали на пляже, как оказывать первую медицинскую помощь. Но, на самом деле, такая проблема многолетняя в нашей области, в нашем городе, связанная с отдыхом на водоемах. И у нас даже в редакции разгорелся такой спор, кто виноват и что делать. Потому что, с одной стороны, купальщики сами виноваты, да, если тонут дети, виноваты, конечно, родители, которые не досмотрели, не научили, не рассказали. Это все имеет место быть. Но в то же время муниципалитеты как-то же должны обустраивать, оборудовать. Понятно, МЧС, они уже по факту приезжают спасать, да, и какие-то рейды свои проводят. Но здесь и ответственность муниципалитетов по обустройству в первую очередь. И, вы знаете, я нашла такой интересный вообще прецедент. В городе Ставрополь есть специально оборудованный пруд. Находится прямо в самом городе. Он достаточно большой. Посмотрела сегодня специально несколько репортажей об этом. Почему у нас никто не додумался. Хотя Ставрополь, он не намного больше Владимира. Я специально озадачилась, посмотрела размер бюджета. Теплее там, больше востребованными. Больше по времени пользоваться им можно. Но бюджет города Ставрополь совсем на чуть-чуть отличается от бюджета города Владимира. Там небольшие суммы, если в процентном... Ну, если посчитать на душу населения, мне кажется, у нас даже больше будет. Но, тем не менее, вот у нас нет такого пруда. Он оборудован лежаками, спортивными площадками для взрослых и детскими площадками для детей. И туалетами оборудован. И, естественно, есть спасатели. 120 камер по периметру пруда обустроено. Огромная команда людей, которая следит за безопасностью, за каждым всплеском воды. 13 спасателей, 3 команды врачей, которые готовы эту помощь в любой момент оказать. И все это на виду. И граждане довольны, и точки общественного питания. И велосипедные и смокатные дорожки оборудованы рядом в сквере с этим прудом. Наверное, это было бы таким большим решением. Чтобы не было таких ситуаций. Оборудовать какой-то один, но для большого количества. Вложиться туда. И тогда все жители будут, будет они как точка протяжения, где можно проще следить за безопасностью. И как-то делать это цивилизованно. А не так, как сейчас у нас это происходит. Но в любом случае, конечно, горожан тоже мы призываем к безопасности. А с пробами воды это что в итоге? Неподтвержденная, непонятная там какая-то история, честно говоря. И так и не допоняла. То ли их не оплатили, то ли они их еще не сделали. Но проб нет. И пока все пляжи в тенге закрыты. По большому счету, уже новые пробы давно пора брать. Да, да, да. После такой жары, конечно, уже там еще много чего родилось в этой воде. После такого большого количества купающихся. Ну что ж, давайте к следующей теме. Следующая тема, не менее злободневная и актуальная. Это результаты ОГЭ по математике. Сразу скажу, что тема возникла у нас из запросов наших читателей. К нам обращаются читатели через соцсети и по телефону, что ну как-то давайте уже обратим внимание на проблему. Огромное количество детей в городе Владимире и других районных центрах не сдали ОГЭ по математике. А вот с разных источников мы попробовали пособирать эту информацию. Естественно, вслух говорить никто не хочет, все боятся. Потому что скажет один директор, будет видоват один директор. А по факту это не так, это проблема системная. Но вот по нашим подсчетам в городе Владимире около 3000 девятиклассников, которые закончили 9 класс в этом году, и около 700 из них математику не сдали. То есть 15%? Нет, это получается у нас практически четверть девятиклассников не сдали ОГЭ по математике. И у нас поступали сигналы из Вязников, у нас поступали сигналы из Мурома. Возволнованные родители в шоке. Одно дело, когда один твой ребенок не сдал, и ты начинаешь его как-то журить. Но когда ты начинаешь узнавать, что вот и здесь не сдали, и здесь не сдали, и все равно педагогическое сообщество, оно достаточно широкое, и шилот в мешка не утаишь. И приходит опять же вести о том, что это не первый год такая ситуация. И мы решили эту проблему взять в разработку. К сожалению, на пресс-конференции директор департамента образования Ольга Беляева нам озвучила, на наш взгляд, ну, не совсем достоверную цифру по количеству получившихся двоек. То ли это было скомпенсировано другими районами, потому что у нас нет по всем районам данных. Мы запросили их в департаменте образования, до сих пор их не получили, поэтому опираться на настоящую статистику нам сложно, и мы работаем, так скажем, с людьми. И с теми источниками, которые нам это озвучивают на условиях анонимности. И, ну, это имеет место быть. Ну, хотя бы примерные причины в статье есть? Ну, на самом деле, ситуация такая происходит по всей стране. И, на мой взгляд, здесь, конечно же, винить детей или педагогов, или школы, или органы, которые управляют образованием. Здесь нельзя говорить, что кто-то конкретно виноват. Проблема явно системная, потому что она произошла по всей стране. Мы поизучали других регионов, и другие регионы об этом пишут. Причем, даже ссылаясь в одной из статей, был комментарий из Владимирской области о крике души учителя, который говорит о том, что у нее из 41 ученика больше 70% математику не сдали. И что делать вообще, как об этом говорить? Я думаю, что здесь и вообще кризис математического образования, он есть. И здесь скрывать нечего. Если говорить о городе Владимире, в городе Владимире нет методиста по математике уже несколько лет. Постоянного, который бы занимался этой работой систематически, и отслеживал, и давал какой-то учителям обратную связь. Когда ты один в одной школе, и занимаешься чисто своей педагогической работой, увидеть вообще экзамен со стороны сложно. И не всегда это представляется возможным, потому что учителя математики не хватает. Ну и, наверное, и не нужно так, и не нужно так. И не каждый это может сделать. Поэтому есть методист. Но, вы знаете, вот 7 октября в прошлом году был круглый стол ко дню учителя, на котором были разные экспертные мнения, озвученные по поводу вообще профессии учителя, о том, как дистанционка прошла, такая злободневная была тема в октябре прошлого года. И директор нашего городского информационно-технического центра сказал, что дистанционка у нас прошла хорошо. Ну, мне, конечно, пришлось поспорить, и я готова спорить, говорить об этом и дальше, что дистанционка у нас хорошо не прошла. И сейчас, наверное, дистанционка, конечно, отложила математику, по дистанционке учить невозможно. Ну, вот не согласилась тогда со мной Лариса Леодоровна. Я вот сегодня поизучала даже сайт ГИМТС, посмотрела, может быть, сейчас появился методист по математике. Нет, он не появился. И вообще структура работы органа у меня вызывает много вопросов. Поэтому я, наверное, предложу на каналу вариант сделать какой-то телефорум по этой теме. Потому что говорить здесь можно много, и самое главное, я не хочу, чтобы кого-то наказали, самое главное – судьба детей. А сейчас у нас большое количество детей остались на осень. То есть они аттестат не получили, и они не поступят сейчас в никакое училище. Есть, конечно, учебные заведения, которые ждут, но их очень мало, потому что выпускников много, желающих поступить много, места просто не останутся. И эти дети вылетают. Ну, давайте, наверное, да. Да, давайте успеем буквально полторы минуты успеем. Еще две темы. Мы продолжаем нашу тему «Герои земли Владимирской». И в номере четверга у нас Владимир Семенович Хараповицкий, который Судогодский район выбрал в качестве героя в рамках нашего проекта. И Александр Звездков рассказывает об этой очень интересной личности. И я думаю, что из материала всем будет сразу понятно, почему именно он. Поэтому призываем всех к прочтению этого материала. Но и последний мы не смогли не добавить в анонс. Очень уникальная мастерица, которая занимается бисероплетением. Надежда Агапова делает прекрасные, изумительные украшения. Девочки особенно любят украшения. Делает своими руками из бисера и рассказывает нашему корреспонденту Олень Фадеевой, что ее привело к этому творчеству, сколько лет она этим занимается, о своих учениках, о своих мыслях в этой профессии. И рассказывает, как же надо набраться столько терпения, чтобы вот эту красоту так целенаправленно потихонечку-потихонечку делать и радовать своих друзей, коллег. Продажей практически не занимается, Надежда. Призналась только для души. Ну что ж, все эти темы, а также много других, уже в четверг в эксклюзивном выпуске газеты «Владимирские ведомости». А я напоминаю, что наши гости сегодня главный редактор газеты «Владимирские ведомости» Юлия Агущина. Юлия, спасибо вам. Спасибо, до свидания.